Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И сегодня у нас очередной Epic History, которую я решил сделать на тему начала пути. Начала пути сноубординга. Немногие люди оказали такое влияние на создание и развитие индустрии сноубординга, как Джейк Бёртон. Основатель Бёртон Сноубордс, и его влияние было неопровержимым. Но в истории сноубординга был еще один ключевой человек, вклад которого предшествовал Бёртон. Его звали Шерман Поппин. Поппин был изобретателем сноуборда, самой ранней версии современного сноуборда. Поппин собрал свой первый сноуборда на Рождество в 1965 году. Он прибил вместе две 36-дюймовые лыжи обрезками дерева и дал спешно созданную игрушку своим дочерям. Сначала Поппин просто пытался создать игрушку для своих дочерей, чтобы вытащить их из дома и уйти от своей беременной жены. Но эта игрушка оказалась очень популярна среди соседских ребятишек, что побудило Поппину совершенствовать дизайн первого сноуборда, добавив веревку к своей передней части. Поппин никогда не продавал сноуборда в спортивных магазинах. Вместо этого он отдавал их в хозяйственные магазины, где их продавали примерно за 10 долларов. Это была серьёзная ошибка. Хотя около 500 тысяч экземпляров в конечном итоге были проданы. До того, как Поппин отказался от производства сноуборда вовсе. В последующие годы в качестве примера бизнес-школа Гарварда иллюстрировала на примере Поппина, как не стоит продавать новый продукт. В конце 60-х годов Джейку Бёртону исполнилось 14 лет. И он стал счастливым обладателем Снурфера. Из этого момента он нашёл призвание своей жизни. Во время учёбы в средней школе и колледже Джейк Карпентер трудился над тем, чтобы сделать Снурфер лучше, экспериментируя с дизайном одним за другим. Заводное от учёбы время, его преданность была неустанной, его работа была проницательной. «Добавив серьёзных технологий, Снурфинг может стать законным видом спорта, вместо дешёвой игрушки», — сказал позднее Карпентер Sports Illustrated. Получив степень в области экономики в Нью-Йоркском университете, Карпентер получил должность в небольшом институционном банке на Манхэттене. Однако его служба банкира была недолгой. Небольшое наследство от его бабушки позволило Карпентеру прекратить работу в банке и в 1977 году переехать в Стрэттен, штат Вермонт. С 20 тысячи долларов в кармане Карпер троснал «Бёртон Сноубордс» в 23 года, взяв за название компании своё имя. Джейк Бёртон Карпентер работал ночами в качестве бармена на горнолыжном курорте Стрэттен и проводил свои дни, улучшая свои навыки в изготовлении сноуборда в деревообрабатывающем магазине друга Эмма Хенриха, который был директором лыжной школы Стрэттен Маунтин. Карпентер построил более 100 моделей в магазине Генриха, пробуя различные формы, различные виды древесины и экспериментируя с различными материалами ламинирования и конструкцией креплений, прежде чем смело заявить, что он сделал готовый продукт. Свершенствование дизайна с Нурфера отняло кучу времени у Карпентера. Я был настолько наивен, сказал он позже, я думал, что буду продавать доски и делать сразу деньги. Но к тому времени, когда у меня был готовый продукт, зима закончилась, и это было уже никому не интересно. Это был разочаровывающий старт, но и одновременно началом пути. Карпентер не только пытался развить продукт и вывести его на рынок, но он пытался создать рынок в первую очередь. После неудачной попытки продать свои доски, Карпентер отправился в Европу и летом в 1978 году проверил свои доски на ледниках в Австрии. Но с приближением зимнего сезона Карпентер вернулся в Соединенные Штаты. На этот раз он был более подготовлен и провел бесконечные недели путешествия по стране на выставках. Я боялся даже идти в ванну, вспоминает Карпентер. Я думал, что если бы я это сделал, то я мог бы пропустить своего единственного клиента. К концу сезона Карпентер продал более 300 досок. На тот момент сноурферы были на пике своей популярности. В 1979 году на национальном чемпионате по сноурфингу собрались самые главные поклонники. Сноурферы. Чтобы соревноваться на своих досках. Но их день празднования был сорван прибытием новичка. Джейк Бертон Карпентер, который привез на соревнования свой собственный сноуборд. Див у строителя мероприятия позволит ему участвовать в гонке, Создав открытую категорию, Карпентер встегнулся в крепление и приступил к победе в гонке. Победа Карпентера в этот день определила судьбу сноурфера как конец истории. И послужила началу новой эры сноубординга, Которая была сосредоточена на непрерывном совершенствовании технологий. Но это уже совсем другая история. КОНЕЦ